Уважаемые гости, мы предлагаем вам посетить выставку в гостях у самовара. Темой выставки истории обычных вещей в этом году стали самовары. Большие и маленькие, со всех уголков области Нижегородской и даже из земель соседних, стоят они в пятой школе-интернате и восхищают видом, как напоминание о великом русском наследии. Дети стараются готовить проекты, изучают историю вещи, связывают с историей нашей Родины и с историей нашей Малой Родины Нижегородского края. Экспонаты собирали все вместе. Ученики, родители и педагоги приносили в школу старинные семейные реликвии. У одних они огромные, а у других величиной спештень и кулон. В нашей семье тоже хранятся два сувенирных самовара. Вот этот был привезен из Ярославля. А этот самовар был куплен в Нижнем Новгороде и изготовлен нижегородскими мастерами. Самовары поставили и, казалось бы, выставку собрали. Но пятая школа-интернат тем и славится, что может не только показать, но и рассказать об экспонатах. Причем делают это сами дети. Школьники знают об истории создания самоваров и механизме их работы. В тулово наливали воду, затем накрывали крышкой и в трубу закладывали топливо. В качестве топлива использовали уголь, щепки или сосновые шишки. Помимо научной части, есть еще и часть творческая. Ведь самовары – прочное заднее место как в народном фольклоре, так и в высоком искусстве. Их можно найти на картинках художников и в песнях, частушках и прибаутках. Жил-поживал самовар, он был не молод, не стар, он на работе кипел, песню такую он пел. Пых-пых, тумба-тумба, самовар, тумба-тумба-тумба, русский самовар. Эта выставка стала лучшей в районном конкурсе «История обычных вещей» и сейчас претендует на победу в городском соревновании. Кстати, призы пятой школы получают уже не первый год. Подобные выставки только с платками, вазами и утюгами проходили и раньше и всегда занимали первые места. Тумба-тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар. Субтитры создавал DimaTorzok